По новостям сказали одеть маски Туалетную бумагу Все покупают Я по приезду сюда работал за минимум вейдж Даже меньше чем за минимум вейдж Если мы смогли позволить себе ехать на Порше Здесь начать легче Здесь пробиться легче Все руки помыли, а ты? По новостям сказали одеть маски Я одел маску Отец Ну ты видел? Всем привет, это канал LifeKaife И это Юра Хадов И сегодня я расскажу 5 причин Почему тебе стоит переехать в Канаду Доброе утро, через час вроде премьер-министр выступает с каким-то заявлением Говорят, что все закроют Сейчас попробую сходить в супермаркет Но тут очереди просто машин миллиард Сейчас будем смотреть, что там внутри Так бы магазин только открылся минуту назад Парковки нет вообще Все уже выходят с покупкой Туалетную бумагу Все покупают По 3-4 блока Но Не апокалипсис Никакой туалетки Никаких Сопливчиков Просто еда Носовые платочки Только одни Одну Короче, один носовой платочек для корзины Короче, я не знаю, что за кипиш В магазине было все Людей было, конечно, много Покупки были немного странноватые Все спрашивали там за эти салфетки, санитайзеры Туалетку Ручки нужно, кстати, пам-пам Посанитайзить Вот Не знаю, все нормально Ну, ничего Около есть полчаса Полчаса ждем И будет премьер-министр Наверное, все закрывать Покупки в месте, чтобы держать людей в безопасности Я буду выразить, что ситуация, как мы все знаем Должен был эпично выйти из офиса и поехать домой Но я что-то где-то посел в ключики Буду сидеть и ждать, наверное, Дениса, пока приедет Беда А нет Нашел Так, ну, причина Номер один Доступность жизни То есть все вещи, которые все люди хотят Машины, одежда, телефоны, квартиры Какие-то там рестораны Это все, в принципе, здесь доступно То есть здесь работа Ты работаешь как нормальный человек Каждый день ходишь на работу У тебя уже есть минимальные деньги на все твои расходы И это расходы нормального уровня Ты можешь себе купить телефончики, поездить на машине Сходить развлечься, подарить подарочки У тебя все, в принципе, нормально Я по приезду сюда работал за минимум вейдж Даже меньше, чем за минимум вейдж И мы нормально жили У нас были деньги на квартиру На телефоны, на развлекаловки На поесть, на рестораны В этой стране не нужно выживать Не нужно крутиться, мутиться Конечно, если ты хочешь прыгнуть выше То, конечно, нужно отучиться Подзаработать Что-то там промутить, замутить Но как бы твой минимум, он нормальный Из-за того, что здесь есть минимальная зарплата Она здесь адекватная В отличие от Украины, России Где люди живут на 3000 гривен И вообще непонятно, что с ними делать С ними тремя тысячами гривен То здесь, работая минимум вейдж Ты зарабатываешь там 2000 долларов легко ты можешь заработать Если вас двое, это семья То, грубо говоря, это можно умножать на 2 Это получится уже не 2000, а 4 А 4000, это уже нормальные деньги То есть это уже можно и машину как-то так Да, сколько машина стоит 20 тысяч, да, максимум? Ну, в смысле, минимум, нормальная какая-то машина Там, Королла, там, 15-20 тысяч В общем, суть в том, что в Канаде не нужно выживать 20 тысяч можно заработать, если зарабатывать 4 тысячи в месяц Работая здесь, на самом деле не ехать И это был фейл Отвалилась камера Ну, ничего страшного Ошибочки бывают везде и у всех Канаде не нужно выживать Канаде не нужно выживать И мы идем гулять на улицу, да? Акаде не нужно выживать Мы очень дальше Уж adults Выживать Большую, большую яму Ага И потом туда посадили, там я так закапал И потом путешек ходили Супер, вот это мы с тобой молодцы Света вообще не в восторге от нашей прогулки Да, Света? Скажи нам еще одну причину, почему ты так любишь Канаду Кажется, здесь было бы больше, я не знаю, почему я не люблю Такого я, конечно, не ожидал Наверное, за то, что здесь все по правилам Люди следуют правилам Назовем эту причину, наверное, законопослушность и организованность, да, Света? Да Все следуют четким условиям, порядкам, законам Не толкаются, ждут, пропускают, говорят спасибо Даже иногда улыбаются, да? Ну да, чутко перекусить Надо чутко перекусить Все руки помыли, а ты? Аппл 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 Когда мы здесь живем, все, блин Достаточно стабильно Никаких там Ничего не рушилось, не ломалось По поводу безопасности Мы никогда не боимся гулять вечером, ночью, утром Мы не боимся милицию, полицию, да, то есть Вообще все это нормально Мы чувствуем, что они нас защищают, да Да, Лешка? Милиционеров любишь? Да Они защищают нас? Да Никто там никакие взятки ни у кого не требует Ну и в принципе это все связано с пунктом номер два Все как бы следуют правилам Следственно из этого выходит как бы стабильность и безопасность После Украины большой контраст И настолько все стабильно, что у нас даже новости как бы в принципе грустные Сегодня у нас номер один новость это коронавирус Да, есть всем о чем написать Но в принципе люди раздувают просто из каких-то мелочей Громадные новости Вот недавно мне запомнилось Это год назад наверное была новость Премьер-министр, когда он был в универе Он на какой-то этот вот там карнавал короче накрасился Типа что он из Индии типа И что он один И это короче кто-то раскопал И ему пришлось извиняться там превселюдно по телеканалам Потому что он типа очень в ссоре за то что он как бы покрасился И это типа расизм какой-то И короче это прям был прям Это была большая крупная новость Вот мы приехали в пиццерию Вот мы сейчас будем делать пиццу и там дерутся вон там И мне очень интересно Дерутся там тебе интересно? Кто там у нас сегодня дерутся интересно Хорошо Пицца half and half В Джошке своя личная персональная пицца Курица и пайнапел Тут меня конечно не поняли Тут должно было быть по кончине томатус Принесли какой-то вермишель Ну и что Мэтью кушает Да Мэтьюха? Вермишелью ешь, съешь? Нет, он не ест пока Он еще не съел Но будет в воде Как пицца? Ага Мэтью, ты куда? 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 В диванную тюрьму Ку-ку Ку-ку Это один из тех моментов, когда ребенку нужна срочно медицинская помощь Да, Свет? Да Иди, покажи, что там у тебя Покажи Шишечка есть Шишечка есть Попросим, наверное, Лёдика Вот он в лечении, а Ты молодец такой Ты такой молодец Лечишь голову Шишку лечишь И мороженое кушаешь Давай, давай Нужно еще подержать чуть-чуть Мама тебя придет Давай, давай И буду давать мороженое Ну что, дай Ну что, дай Нельзя столько Нельзя столько И еще пицца Вермишельку достать домой Все, давайте, пойдемте Мэтьюх Парик запихьется мороженое Мэтьюх Хочу гулять Гулять? Да Так папе сейчас уходить скоро нужно Пойдем Мама нас дома ждет И ты раздет И посмотри, у тебя штанишки какие смешные Это ж домашние штанишки И шапки у тебя нету На улице 5 градусов Лешка занимается рисованием Здрасте Я может быть К Прит Quixen Причина, по которой стоит приехать в Канаду, уже мы обсудили, безопасность, стабильность, послушание законов и доступность жизни в плане ты можешь работать где угодно Высокий уровень жизни, но я из маленького города, где 300 тысяч населения, если ты владеешь Мерседесом, БМВ, ты уже в топе Чтобы здесь быть в топе, нужно владеть Ламборгини, Роллс-Ройсом или чем-то таким серьезным Вот, ну и как бы высокий уровень жизни еще в том, что если ты хочешь себе купить красивый дом, очень классный, модный, дорогой, цена вопроса, ну наверное, ну что попасть от 10 миллионов долларов И то это, можно и за 20, можно и за 30, можно и за 50 Ну, предела нет, предела нету, как бы, но, ну то есть, грубо говоря, то, что вот, чтобы здесь добраться до какого-то топа или потолка, нужно прям встать, ну, ну зарабатывать, ну прям очень много Ну вот это вот высокий уровень жизни, то есть я даже уверен, что в Киеве, наверное, блин, ну за миллион долларов можно, наверное, купить очень шикарный дом, да, может там не в каком-то супер-мега-богатом районе там, да? Это да Ну, наверное, ты уже будешь прям очень хорошо себя чувствовать, здесь за миллион долларов можно понюхать около... Около, так сказать, пятой точки Да И даже квартиру можно купить за миллион Ну, на самом деле это... Хорошую можно реально купить квартиру, двухкомнатную за миллион, ну прям вот, достойную Ну, это на самом деле одновременно небольшой минус, но... Ну, как бы, ну я за этим гнался, как бы в том, что, понимаете, живешь, ну как бы в окружке из-за этого инфраструктура очень крутая, как бы Это точно, да Ну вот, как бы, поэтому так, да, наверное И это четвертый пункт Ну это, ну ты же не согласен был с этим пунктом Не, нормально, не, я как бы воспринял Окей Воспринял Так, Денис, ваш выход Засушенный С конец засушенный Ладно, подержи, пожалуйста Заскажи, бро, лаптоп Серьезно, видишь? Лаптоп у Дениса И у меня есть лаптоп Мы, как сказать Есть у нас такое увлечение Играем мы в Counter-Strike Периодически Вот по выходным собираемся В будние дни Legion Вот такой у Дениса И у меня точно такой же лаптоп Так что, если кто играет в Counter-Strike Пишите Будем играть вместе Я пи***ц читер Нинджа, нинджа, нинджа Слева, справа Я, в принципе, согласен с этим утверждением Уровень жизни, как бы, классный И иногда кажется даже, что слишком Слишком тяжело попасть в эту, как бы, высокий разряд людей Да, и все, как бы, как будто на них работают Да, но с другой стороны Ты смотришь, тянешься Ну, естественно, все условия для этих богатых людей здесь есть Соответственно, ты можешь тоже пользоваться этими же там заведениями Инфраструктурой и так далее Развлечениями И это прикольно Ну, что там? Что так долго? Это один из наших ресторанов Дениса там знают Он их подписывал Что так долго? Ну, показывал он фичу Store, close, open store, там, то и все Кстати, вообще ни одного человека нету Удивительно Вирус, так Вирус не дремлет А теперь представьте себе подростка лет 16 и 7 среднего класса Самая обычная семья Родители работают на офисных работах Деньги в семье есть, но не так, чтобы очень много Никаких связей, криминалов, взяток Обычно все Конец школы учатся так На троечке, четверочке, даже иногда пятерки есть Ну, нормально учатся И вот пришло время идти в высшее учебное заведение И учеба как-то стала все хуже и хуже и хуже Мальчики, девочки Пьянки, гулянки И учеба уходит на самый последний план И вот проходит еще 4 года Человечек уже заканчивает бакалавра Покупает, как обычно, курсовую работу И время идти, как бы, во взрослый мир И какие перспективы? А перспектив нету Мамка с папой встроить никуда не могут Знание ноль Какой выход? Выход один Идти на низкооплачиваемую работу Представили? Вот твои пиццы Ты должен доставить их в срок Это история для меня Мои друзья, у которых были родители Судьи, прокуроры, адвокаты Работали там где-нибудь в правоохранительных органах Они имели какое-то будущее Они имели уже какие-то перспективы У меня перспектив не было И это пункт номер 5 Равенство возможностей В Украине у меня возможностей было мало В связи с тем, что знаний у меня было мало Мне нужно было или быть супер-супер задротом Или иметь каких-то успешных, богатых, модных родителей А Канада дала мне возможность Грубо говоря, из иммигранта Получить то, что мне хотелось Поэтому вот пример я Вот пример Денис Если мы смогли За 4 года Ладно, не за 4 За 9 лет здесь Позволить себе ехать на Порше То, блин, это о чем-то говорит Да, я не стал умнее Я все тот же мальчик 16 лет, который учился на тройке Но здесь возможности у всех одинаковые Поэтому нужно просто работать И те, кто работает, те Так же и там, кто работает, те получается Не согласен Почему? Мы в маленьком же городе живем У нас там, ну, другие как бы возможности Кризис намного больше нас, ну, пьет, да Как бы бизнес особо Малый бизнес И как бы, ну, тут у меня есть знакомый Который, вот, вообще он работал в МТС Начал там просто за 400 долларов Начал работать Что-то там откладывали Что-то там делали Подмутились Там где-то там Там была тема, короче Айфоны можно было налево, короче Ради Подмутиться можно Так, слушай Он подмутился Подмутил бабок Подмутил где-то тысяч Там, может быть, блин 5-6 долларов Понял там Потом что-то там еще Пятое, десятое И, короче Они открыли просто Вот, ну, тогда только бум пошел На кальянную Открыл кальянную Сейчас все равно У нас же там потом много Ставатик кальянной в городе Но у них все равно сейчас Самая, ну, самая классная кальянная Которая прям реально качает У нас там буквально 3-4 заведения Которые люди, весь народ ходят И у них получается Это там где место, где ты сказал Что ты там за месяц потратил Тысячу баксов Это вот там где и потратил Не, ну, понятно что у людей Понятно что у людей получается И там и тут получается Но у меня лично такое ощущение Что у меня бы в Украине не получилось Я не видел в Украине Будущее, я не понимал Че? Я чувствовал, что я или а дурак, или блин все остальные уже как-то куда-то пристроены Они уже куда-то идут, у них уже все на мази, понимаешь, у меня не было на мази Мама с папой меня никуда не могли устроить, друзей у меня мажорных крутых не было супер Вот мне ничего было делать, а тут, а тут мы с тобой никто, никто приехали, в большом еще никто И получилось Ну блин, а сколько? Хорошо И нам никто не мешал Хорошо, у скольких людей еще, которые так же, как мы с тобой сюда приехали, у кого еще получилось? Ты сколько можешь знать людей? Я знаю, буквально трех лет Они не так сильно старались Нужно было стараться больше У всех, кто старается, у всех получается Вот так, короче, можно долго спорить на эту тему, но это лично мое мнение, что здесь начать легче Здесь пробиться легче, здесь нету такого порога, который существует в наших странах Россия, Украина, Белоруссия, СНГ Короче, это равенство возможностей, это последняя, пятая причина Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца Это были, на мой взгляд, топ-5 причин переехать в Канаду Они были без какой-то конкретной очередности, просто так вот, еще приходило в голову Спасибо всем, кто досмотрел до конца Ставим лайки, подписываемся Ставим колокольчик, давайте до следующего видео И, пока не забыл, сори, да В одном пункте я говорил стабильность И что за все, там, 9 лет жизни здесь с нами ничего не приключалось К сожалению, тот же коронавирус все-таки случился Да, даже здесь, в Канаде Но, я думаю, это неизбежно, в принципе, для всех стран К ссылочку, кстати, на коронавирус куда-нибудь сюда тоже запихну Если кому интересно, мы ходили и показывали, как тут выглядит в Ванкувере все это дело На данный момент Все, всем еще раз пока, спасибо Субтитры сделал DimaTorzok